Очередь на избирательном участке. Местные жители говорят, такого в Гагаузии не было ни во время выборов центральных властей, ни местного руководства. И тут же объясняют, власть меняется, а решение, принятое на референдуме, останется навсегда. В Гагаузии прошло сразу два плебисцита. Первый был консультативным. Жителям автономии нужно было проголосовать за внешнеполитический вектор страны. Вариантов было два. Поддержать официальный курс центральных властей на евроинтеграцию или высказаться за присоединение к таможенному союзу. Восточный вектор нам ближе и по духу, и по культуре. А то, что творится сейчас в Европе, они уходят от христианских ценностей, от всего. Там превалируют совсем другие. Для меня это неприемлемо. У нас в Гагаузии мы сами выбираем, что делаем. А Молдова потом пускай думает. А потом люди Молдовы будут понимать, что им тоже надо делать вот это. А то правительство Молдовы все время тянет куда-то, куда-то влево. Не надо влево, иди прямо по курсу. Если первый референдум о внешнеполитическом курсе страны был консультативным, то второй об отложенном статусе автономии стал законодательным. Гагаузия имеет право на самоопределение в случае, если Молдова потеряет независимость. Но, чтобы это право реализовать, его нужно утвердить на референдуме. Несмотря на то, что центральные власти объявили его незаконным, на нем присутствовало около 300 международных наблюдателей. Депутаты парламента в Бельгии, Польше, Болгарии, а также Украины и России. Нам, например, в Россию много посылов было, что здесь народ сгоняют. Сгоняют на референдум, заставляют голосовать. Вы знаете, я вот пришел сейчас. Самое главное что? Пообщаться с народом. То есть общаться надо не с Башканом здесь, не с руководством Гагаузии. Общаться надо с народом. И тогда ты услышишь всю правду. Я могу сказать, что народ с радостью идет на референдум, с радостью голосует, принимает активное участие в этом референдуме. И мы, как партия ЛДПР, полностью признаем то, что происходит сейчас здесь. Очень доволен, что люди так живо ходят. Значит, мы не ошиблись, мы позиции людей правильно определили. По официальным данным, явка избирателей составила более 70%. Из включенных в списки 91 тысячи избирателей к Урнам пришли более 70 тысяч человек. Самая высокая явка в Чадырлунгском районе. Там проголосовало почти 79%. Центральные власти референдум объявили незаконным. И после провала всех попыток запретить плебисцит, старались его просто не замечать. Я думаю, что они очень серьезно повлияют на и ход реформ, и диалога центрального правительства с регионами. Это коснется не только Гагаузии. Это коснется и других регионов, районных центров коснется. Потому что власть поймет, между теми декларациями, которые она говорит, и реалиями на местах существует большой разрыв. Существует большой дефицит общения руководства страны с регионами и с людьми. И этот дефицит общения надо будет восполнять. Я думаю, что центральное правительство больше будет прислушиваться голосу регионов. В поддержку референдума прошел даже митинг в Москве. На него собрались гагаузы, работающие в российской столице, а также солидарные жители других районов Молдовы. Всего около 700 человек. Люди скандировали лозунги против объединения с Румынией и за дружбу с Россией, а также пели гимн автономии. Вечером после закрытия избирательных участков, когда стало ясно, что референдум состоялся, в Гагаузии прошел автопробег. Его участники поздравляли всех жителей автономии с успешно проведенным плебисцитом. Андрей Малеванный, Первый Приднестровский телеканал.